17 ноября, накануне государственного праздника, в концертном зале Дома Единства были вручены награды Даугавпилского самоуправления, награда года и за вклад всей жизни. Обращаясь к присутствующим, председатель Думы Андрей Экснич отметил, что в нынешнее сложное время чрезвычайно важно, что в Даугавпилсе много профессиональных, неравнодушных и талантливых людей, истинных патриотов своего города, работающих в разных сферах. Одни из них без устали оказывают помощь тем, кому она сейчас нужна больше всего. Другие ищут и находят возможности для стабилизации рынка труда и экономической ситуации в городе. Долговпилчане преодолевают этот кризис поистине едины. Именно в этом единении наша сила. Это своими поступками подтверждает как обладатель, так и каждый неравнодушный горожанин. В общей сложности на соискание награды за вклад всей жизни и награды года на этот раз было подано 32 предложения. Претендентам, не ставшим обладателями наград, были вручены почетные грамоты самоуправления. Первый заместитель председателя Думы Алексей Васильев высоко оценил вклад каждого из них в жизнь города и горожан. Всем, кто в этот день не смог присутствовать на торжественном мероприятии, почетные грамоты будут вручены в ближайшее время. Высшие награды самоуправления за вклад всей жизни, за многолетний добросовестный, самоотверженный и высокопрофессиональный труд на благо Долговпилса удостоился анестезиолог и реаниматолог Долговпилской региональной больницы Иван Дырман, который год уже 50 лет работает в крупнейшем медицинском учреждении Долговпилса и даже сейчас, несмотря на солидный возраст, продолжает принимать пациентов. В номинации «Образование» награда года вручена организатору и участнику образовательно-культурных проектов, вокалистке Елене Борало. Чудесный и звучный голос, который вот уже много лет радует слушателей не только в родном Долговпилсе и Латвии, но и далеко за пределами страны. В номинации «Культура» награду удостоилась Латгальская центральная библиотека. В сложных условиях пандемии учреждение смогло быстро и профессионально приспособиться к новой ситуации, не прерывая сотрудничество с посетителями и улучшая возможности их обслуживания. Я сегодня получаю награду от имени всего коллектива, и мне очень жаль, что со мной рядом не могут быть мои коллеги, потому что, конечно же, самое огромное спасибо и слова благодарности коллегам, библиотекарям, техническому персоналу, всем тем людям, которые на протяжении всего этого года работали творчески, работали очень честно, сознательно, для того, чтобы не только, может быть, обеспечить наших жителей красивыми, новыми, замечательными книгами, но и оказывать также услуги, которые в наше очень тяжелое время важны для нашего общества. Поэтому мы рады, мы горды, и мы действительно ожидаем всех в стенах библиотеки. Приходите, пожалуйста. В номинации спорта этот раз было два лаурея. Паралимпийц Дмитрий Валайлес в этом сезоне показал отличные результаты, завоевав бронзовую медаль чемпионата мира по паралимпийскому фехтованию в дисциплинах фехтования на шпагах и рапиров. А паралимпийц Юрий Семенов в августе этого года представлял наш город и страну на паралимпийских играх в Токио, где вышел в финал в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе С-8. Награду в номинацию «Народное хозяйство» получила серия «Голобалция». Компания почти 30 лет работает в сфере высоких технологий и создает стабильную основу для создания в городе новых рабочих мест. В номинации «Здравоохранение и социальный уход» награду удостоилась врач-неотложной медицины приемного отделения ДРБ А. Ястанкевича. Коллектив медучреждения отмечает самоотверженный, добросовестный и высокопрофессиональный труд молодого специалиста, умеющего эффективно и ответственно действовать в стрессовых ситуациях. В свою очередь в номинации «Общественная деятельность» награду года получил настоятель в римско-католическом костеле «Сердце Иисуса» священник Андрис Шевенс. Вот уже 15 лет община под его руководством активно помогает горожанам, независимо от их религиозной принадлежности и социального статуса. Священник выразил искреннюю благодарность всем членам общины, отметив, что только объединившись, люди могут преодолеть все преграды и выпавшие им испытания. В этот день вспоминается такая мудрость жизненная, которая провозглашает такую правду, что ничего не трудно тому, кто любит, кто верит и кто надеется. И любить – это всегда не только думать о себе, но также подумать о другом человеке, желать блага не только для себя, но и для другого человека. Верить – это и в наше время не унывать в таком плане, что эта ситуация не означает, что Бог нас оставил, что Бог забыл про нас. Но Бог даже и через трудности всегда проводит. И может даже в таких трудностях еще больше ощущаешь такую помощь Богу и Божий перст, который ведет тебя по жизни. И надеяться, надеяться на лучшие времена, что тоже добро всегда побеждает, что последнее слово за добром. И придут такие времена хорошие, когда мы можем спокойно, будем без ограничений функционировать. Сюжет подготовил отдел коммуникации Дагуфтелского городского самоуправления.